Друзья, приветствую! Евгений из Липецка, он же Евген48, постоянный пользователь ойл-клуба, прислал посылку с образцами двух масел. Так, вот они. Значит, первое ZIG X7 FE 020, второе масло S-OIL 7 RAID 9 016. Вот описание масел автомобилей, условия эксплуатации. Значит, данная посылка означает то, что анализы лабораторные на эти масла уже или готовы, или в процессе, и будут посты на ойл-клубе сравнения моего анализа и анализа из лаборатории. Вот образцы. Это ZIG 020, видите, подписано, и S-OIL 016. Для того, чтобы сразу предупредить, чтобы не было каких-то там мифов и по поводу непогрешимости лабораторий, хочу вон небольшой экскурс ввести в ГОСТ для тетрования, как лаборатория определяет погрешности. Щелочное и кислотное, значит, вот существует несколько стандартов. АСТМ это ГОСТ по-американски, значит, определение кислотного и щелочного. Кислотное определяется по ГОСТу D664, выполняется тетрованием раствором гидрооксида калия, а ТБМ, щелочное число определяется, вот, например, ГОСТом D4739 с использованием соляной кислоты или ГОСТом D2896 с использованием перхлорной кислоты. Значит, последний ГОСТ в основном для новых масел, а первый для отслеживания щелочного масла, находящихся в эксплуатации, то есть отработок. У отработки и нового масла разные кислоты, отработка в процессе окисляется, химические реакции происходят, изменяется состав, значит, поэтому некорректно отработку мерить ГОСТом D2896. Для этого существует 4739, еще называют 2896, это ГОСТ производителя, а это госпотребитель. То есть, это для нового масла, а 4739 для отработки. Значит, рассчитывается вот по таким формулам, значит, это официально из ГОСТа вырезано, этот скрин. Есть повторяемость и воспроизводимость. Что такое повторяемость? Это вариативность измерения одного и того же образца одним и тем же оператором, использование одного и того же измерительного оборудования. То есть, в одной лаборатории проверили образец и потом перепроверили его второй раз. Значит, вот допуск такой. А воспроизводимость это, чтобы было понятно, разные независимые испытания, разные лаборатории. Один и тот же образец по ГОСТу, по этой методике, разные лаборатории и какие могут быть погрешности. Сейчас я вам покажу. Значит, я из одного документа такой примерчик скопировал и перевел для вас. Значит, для находящихся в эксплуатации образцов с кислотным 10 результаты тетрования могут варьироваться по ГОСТу от 5,5 до 14,5 в пределах спецификации. То есть, разные лаборатории один и тот же образец. Одна может получить 5,5, а другая 14,5 и это будет погрешность ГОСТа. То есть, это будет нормально все, как бы без вопросов. Прикол, да? При 10 у нас суммарная погрешность может быть 9, то есть 90 процентов при 10. А повторяемость, это когда один и тот же образец лаборатория проверяет один раз и следом второй раз. Может быть от 9,6 до 10,4. То есть, здесь у нас получается суммарная 0,8, что соответствует 8 процентам. Понимаете, да? Проверила лабораторию один, перепроверила. Результат уже может отличаться на 0,8, 9,6, 10,4. Ну, вот такая погрешность по ГОСТу у лаборатории. Не надо думать, что лаборатория это какое-то солнце там. Остальные методики я не разбирал, но, скорее всего, везде есть больше или меньше погрешность. Ну, а сейчас можно приступать к проверке масла. Первым делом я проверю ЗИК. Это у нас ЭСН Эльсак Джефф 5. Кстати, этот ЗИК 15 года. Болваночку я заранее создал. Сейчас обновлю спектрограмму, посмотрим, что намерит прибор. Если необходимо, подкорректирую данные и можно будет уже перейти непосредственно к отработке. Так, вот прибор измеряет спектр. Сейчас посмотрим. Спектрограмма. Вот такая спектрограмма. Видно небольшое, там, такое возвышение в области эстера. Одной из областей, скажем так. Ну, и вот эстера здесь, смотрите, 0,08. Это примерно, я оцениваю, полтора процента. Причем это не полиэстера, это более дешевые. Они до 1725 показывают. Ну, и далее я выбираю данное масло. Сейчас посмотрим, что прибор там покажет. Здесь мне показалось, что капслоком лучше написать. Пункты, по которым анализируется масло, лимиты и переходим. Вот что намерил прибор. Посмотрите, противоизносных присадок достаточно много. Я бы сказал, для двадцатки, да, неплохо. Сто восемь. Я этот уровень, значит, обозначаю как сто процентов. То есть, понимаете, мне главный уровень. А там я его уже обозначаю в процентовках. Далее тут сажи, значит, отрицательное значение уберу. И обратите внимание, значит, кислотное 1,59. Сам прибор намерил. И щелочное 7,7. Я заметил, что если уровень СТРФ невысокий, там до двух процентов, то прибор корректно меряет. Если выше и больше, то уже начинается вот погрешность небольшая. То есть, он начинает путаться. Данные так я и оставлю. 1,59 кислотное и 7,7 щелочное. Хотя я посмотрел, значит, сам СК Лубрикант заявляет как 8,13. Но это разница ГОСТов может быть. То есть, там по ГОСТу для свежего, а это ГОСТ вот 47,39. То есть, это нормально где-то 0,4 погрешность. ГОСТ отработки на свежем чуть-чуть занижается. Так, ну и вот, значит, отработка. Это Toyota RAV4 2019 года. Двухлитровый двигатель 3ZR FE 146 сил. Объем масла 4,2. Общий пробег 31,000. Пробег на масле 9630 километров, 360 моточасов. Средняя скорость 27 километров в час. Средний расход 10,6 километров на 100 километров. Эксплуатировалось с августа 21 по март 22. И топливо Газпром нефть 92. Все, значит, пробу заложил. И посмотрите, что намерил прибор. Противоизносных присадок 72 процента. Неплохо для такого пробега. 360 часов гликоль. Ну, здесь с гликолем не знаю. Возможно, может быть, не замерзайка там попадало. Ну, как бы, такое замечал. Значит, нитрование совсем неплохо. Не окисление. Мотор работает отлично. Сажи, посмотрите, всего 0,02 процента. Тоже, как бы, вопросов нет. Ну, чуть-чуть подросло кислотное. Ну, незначительно для такого пробега. Я считаю, там чуть больше единицы. Вообще, отличный результат. Ну и, тем не менее, подпроседает, значит, щелочное 3,2. Вот. Но начальное было невысокое и, то есть, и воды, как бы, особо вопросов по маслу нет. Отлично отработало. Сейчас я вам расскажу интересный момент, который я сам недавно узнал. Так, а сейчас покажу сравнение вязкости свежевой отработки. Да, кстати, интересный момент был. Свежая, вот видите, здесь пробочки такие, они с пломбировкой. Когда их полностью закручивают, колечко пломбируется. Свежая была запломбирована, а отработка почему-то скрывалась еще раз на обоих маслах. Так, значит, видите, разжижение есть небольшое. Ну, порядка там 40 процентов, наверное, я бы оценил. В общем-то, нормально для такой скорости. Зима, ну, прогревы. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, если это, конечно, вам интересно. Ну и давайте посмотрим оценку ресурса. То, что намерил прибор. Получается, что оценка моющих нейтрализующих свойств. Почти 400 моточасов. Шикарный результат. Значит, нейтрирование 585 часов. Тоже отлично. Ну и по вязкости вообще вопросов нет. Там больше 1000 моточасов, то есть вязкость тоже. Значит, прекрасно отработала. Свежий мотор. 31000 пробега. То есть идеально работает. Не видно никаких по мотору проблем. И более того, мне даже такое ощущение, что ездит на машине, женщина. Почему-то кажется, что это вариатор. Ездит женщина, ездит достаточно спокойно. Вот, ну, так мне кажется. Может, я ошибаюсь. Не знаю. Евгений может прокомментировать этот момент. Кстати, Евгений, прошу, если есть возможность, разместить здесь ссылочку потом на пост на его клубе, чтобы люди могли также найти легко. Масло тоже шикарно отработало. Да, и сейчас тот момент, который я обещал проанонсировать. Я разговаривал с одним из подписчиков. Он присылал масло с Андреем. И он сказал, что где-то на драйве он читал, что в ваге льют сейчас двадцатки масла. И двадцатка чуть ли не на 5 градусов меньше греется в моторе. То есть, менее вязкие масла создают меньше сопротивления движению. Естественно, сопротивление, трение. И я так считаю, что в процессе трения, естественно, чем гуще масло, тем выше трение. И температура повышается при интенсивной работе на трассе или где-то. Соответственно, возможно, что двадцатки неплохо держат окислительные реакции за счет базы современной и также за счет того, что меньше в них внутреннего трения и вследствие этого нагрева. Поэтому и такая ситуация. Масло шикарно отработало. Тут вообще вопросов нет. Ждем посты на ойл-клубе. Благодарю Евгения за образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.